Здесь работа лисировочная. И именно сложность применения краски настолько эффектно смотрится. Здесь работа шпаклевки оттиском, то есть самым обычным силиконовым штампом для скрабукинга. А потом после подсыхания здесь уже заливается. Одним оттенком, вторым оттенком. Лучше, конечно, оттенки просушивать, чтобы они у вас не стекали вообще в одну кучу. Иначе будет неинтересно. Здесь еще и работа разбавленными золотыми красками. Как красиво и как глубоко и хорошо работает лисировочная краска. Вот она пролита просто в оттиски. И получается эффект камушек. Такого камушка, ну не знаю, резного, как угодно можно называть. Вот они оттиски, пролитые лисировочными составами. Лисировочный состав, это состав, состоящий из акриловой краски, там уже не важно, просто цветной или золотой, или там серебряной, не важно. Который вы разбавляете либо водой, либо специальными разбавителями. В качестве разбавителей годятся акриловые разбавители. Вода просто тоже подходит. Вот это все вместе. И вот еще один вариант, тоже вам показываю, это по поводу сложной работы с цветом. Это, конечно, тоже мастер-класс по пестрым камням. Ой, простите, ускакала. Здесь послойная работа, которая заключается в крапчатом нанесении и в прозрачном нанесении цветов. И тогда все вместе, оно как раз дает это вот сложное ощущение и имитацию всего чего угодно. Здесь тоже. В данной ситуации у меня морилки были в лисировочном состоянии. Поэтому вот это у меня мой лепецианец получился такой, как бы волосяной, как волосяное морение. Сразу вам хочу сказать, это работа именно морилками в лисировочном состоянии. Здесь нельзя взять акриловую краску, разбавить ее жидко-жидко водой и поливать деревянную заготовку этим составом. Представьте, что будет с деревом, если вы переборщите просто воды. Разбавители акрила не действуют так, как просто вода. Дерево от них так жутко не размокает. Вот оно такое вот волосяное, очень приятненькое морение. А хотела вам рассказать по поводу работы с золотыми всевозможными красками, именно методом лисировки. Важный нюанс с золотыми красками. Если мы мажем их густо, получается один эффект. Но если мы с вами разбавим даже просто водой золотую краску и будем такой водичкой золотистой поливать поверхность, мы будем получать ну совсем другой эффект. Сейчас вам покажу самый такой яркий может быть из того, что... Вот здесь работа и сухой краски, сухой кистью золотом, но еще и проливка. Вот Глория Свенсен, одна из моих достаточно ранних работ, на которых я именно пробовала, эксперименты разные. Здесь очень существенно дала эффект проливка разбавленной бронзовой краской. Потрясающее мерцание, разбавка была очень мощная, то есть здесь не для того, чтобы желудка блестела, а просто легкое мерцание. Поэтому здесь была бледная-бледная такая водичка с разбавленным металликом. Очень хорошо легло. То же самое, вот этот абрис вокруг шкатулочек я часто делаю именно разбавленным, то есть и работаю и ярким, и растворенным. Вот моя самая, наверное, показательная в этом смысле работа. Вермеер, увеличу, чтобы вы видели. Вот где-то вы видите достаточно четкие пятна, это работа багетной пасты, сухой. А вот мерцание, вот эта вот как бы изморость, разлитая вокруг, это работа разбавленной до состояния лисировки золотой краской. В этой ситуации вы, конечно же, что можете еще делать? Вы можете как раз брать себе, например, небольшое количество лака. Обычно у вашего лака чем вы покрываете? Даже клея, в конце концов, тоже пойдет. В него чуть-чуть добавляете, например, тех же самых золотых порошочков наших, которые называются парпурин, парпорина, названия разные, но смысл один и тот же. Просто блестящие, золотые такие вот пигменты. Очень малое количество. И можно еще водичкой доразбавить. И потом проливаете поверхностно очень жидким, практически полупрозрачным вот этим вот раствором. Замечательные эффекты. Можно, конечно, взять, ну не такой сложный ход, а, например, если вам хочется попроще, можно взять лаки, уже замешанные внутри с золотыми пигментами. Это то же самое вермеерское, это вот трио. Вот мерцание, легкое мерцание. Краска металлик, разбавленная водичкой. На тему проливка это та же лисировка. Лисировка это качество состава. Ну то есть это должна быть краска, сильно разбавленная водой. Если вы делаете просто подрисовку, лисировка, это одно. Если вы как бы проливаете, чтобы в углубление влилось, то это получается проливка. А состав, да, он как бы лисировочный. Здесь все правильно. По поводу просушить феном. Нет, конечно, феном можно, если вам для скорости. Если нет, то и не надо. Если у вас есть время самому просохнуть. Пусть стоит и сохнет. Ничего ему не будет. Здесь, понимаете, тоже мы же не пол-витра нальем. Мы же просто распределим краску, чтобы она влилась. И пускай она просыхает. Все будет нормально совершенно. Не думайте, что это страшно. Загадочное проливать. Да не загадочное оно. Ну, просто вот это разбавленное. Вот делайте этот раствор и внутрь его, чтобы он ушел в основание. Эти работы тоже самое. Много применяю я здесь. В основном бронзовые в данной ситуации лисировочные составы. Ими проливаю фактуру. То есть именно, чтобы в фактуру влилось. И получаю приятное мерцание. И некоторая, знаете, как бы облагороженность. Самое главное, не переборщите с количеством краски. Вот плохо, когда мы переборщиваем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!